Всем доброго времени суток! Так же как и в случае с братством, откровение для меня является в большей степени огромным дополнением, в которое внесли некоторые новые элементы геймплея, сохранив основу. Поэтому перед просмотром данного видео настоятельно рекомендуется ознакомиться с обзорами предыдущих игр серии. Все ссылки в описании. Да и за хронологией событий сможете понаблюдать. Итак, нас как обычно ждет две параллельно идущие линии, где одна расскажет историю Дезмонта, ну а вторая уже пожилого Эцио, хотя всем бы в его возрасте такими быть. Дезмонт после событий с Яблоком Эдема впадает в кому, и чтобы его мозг не превратился в кашу от пережитого, ассасины догадываются подключить его к анимусу, что в какой-то мере помогает защитить его сознание. В анимусе Дезмонт встречает 16-го, который в двух словах объясняет, где он, и говорит, что для того, чтобы выбраться, герою необходимо до конца пережить некоторые моменты из жизни Эцио и Альтаира, таким образом расставив все в своем мозгу по полочкам. Эцио же после событий в Риме решает посетить родину Альтаира и хоть немного понять, что это за артефакты и таинственные символы. Тем более, что встреченный им ранее персонаж в Ватикане не соблаговолило ничего объяснить. Однако легкий путь, как обычно, не для нас, и героя ждала орда тамплиеров, в результате чего Эцио опять теряет все непосильно нажитое. Ну а еще один тайный храм закрыт на несколько ключей, которые хранятся где-то в Константинополе, и ничего не поделаешь, придется ассасину навести шороху и там. Итак, нас опять ждет огромный город, условно разбитый на кварталы, правда территорию снова немного подрезали, но опять же в количестве событий игра ничего не потеряла. Просто все они будут проходить на более мелком пятачке, а вот возможности в игре прибавилось, и первое новшество, что бросается в глаза, это нож-крюк. Да, теперь вместо второго клинка наш убийца приобрел крюк, что не только может спарывать животы, но и очень удобен в передвижении по городу, так как позволяет использовать тросы, плюс карабкаться по зданиям с ним также более удобно, и Эцио намного быстрее преодолевает препятствия. Во-вторых, появились бомбы нескольких видов, и все они поделены на три категории, летальные, тактические и диверсионные. Первые, как понятно из названия, убивают, вторые отвлекают. Третьи или скрывают, или шокируют, в общем временно выводят из строя. С собой можно таскать по одному виду из каждой категории, и что самое интересное, бомбы мы не покупаем, а собираем сами, из ингредиентов, что отыскиваем в походе. Конструктор сборки довольно удобный, и позволяет создать тот набор взрывчатки, что нам более подходит по стилю прохождения. В-третьих, у нашей команды ассасинов появилось больше возможностей, и теперь мы в какой-то мере действительно возрождаем великий орден, в противовес тамплиерам. Захватывая базы, путем убийств капитанов и разжиганием маяков, уступившим место взрывам башен в Риме, мы открываем слоты для найма соратников, которых предварительно нужно спасти, ну а после воспитать отправкой на задание. Тут все как и раньше. Ну вот, с достижением ими 10 уровня ассасина можно назначить главой одной из баз, и воспитать дальше, до 15-го, превратив в мастера. При этом, во время пребывания на своей должности, в качестве начальника базы, соратники будут выдавать вам какие-то задания, связанные с проблемами в их районе. Ну и в нашу задачу входит помочь будущим мастерам, да и квесты довольно интересные. Тамплиеры, кстати, временами могут попытаться отбить базу, ну а мы должны ее защищать, и процесс обороны представлен этаким тавер-дефенсом, закупкой вояк. За очки, полученные за уничтожение врагов, и цель не дать солдатам достичь штаба. К тому же, на этот раз нашу деятельность можно развернуть и в других городах, ослабляя там влияние тамплиеров, захватывая поселения и отстраивая их. Получая за это дополнительные плюшки в виде денег, которые в основном и тратятся на отстройку дополнительных строений в уже приватизированных городах. Такой вот круговорот денег в природе, хотя данное развлечение вовсе не обязательно, и игра довольно легко проходится и без этого. Ну а для безбедной жизни хватает и покупок лавок в Константинополе, который также со временем преображается. В четвертом, наконец-то, появилась возможность узнать о прошлом Дезмонта. Пройдя свои испытания, связанные с прохождением полосы препятствий, но не в стиле ассасинов, а в так называемой черной комнате, где вид от первого лица, а герой должен передвигаться по уровню, строя себе дорогу из специальных блоков. Из более мелких изменений можно выделить орлиное зрение, благодаря которому теперь можно определить маршрут движения патрулей или нужной нам цели. Ну и гильдия куртизан так заменена на гильдию цыганок. С учетом смены места действия, думаю, не нужно объяснять почему. Функционал же гильдии остался тот же. Весьма хорошее продолжение и отличное завершение истории Эцио и Альтаира. О его пути мы узнаем из миссии воспоминаний. При этом не слукавлю, если скажу, что для меня история Эцио является самой яркой и интересной. И это единственный ассасин, кроме Альтаира, имя которого я запомнил даже спустя годы после прохождения. Хотя начисто подзабыл, как звали героев третьей и четвертой части. Даже несмотря на то, что в будущих играх серии возможностей стало в разы больше. Действительно рекомендую к ознакомлению, но начните все же со второй части, чтобы не потерять нить. Ну а мы идем дальше и впереди у нас третья часть. Ну а о ней как всегда в другом видео. А на сегодня все, всем удачи и подписывайтесь на канал.